Всем привет, друзья, с вами Маркович, мы продолжаем играть в Planet Zoom И сегодня мы начнем с нашего пункта обмена У нас там есть несколько животных, которые, естественно, выросли и родились в нашем зоопарке И мы готовы их отпустить на волю Давайте посмотрим, что же у нас с вами там такое есть А есть у нас с вами здесь три товарища Это малышка Тю, которая недавно родилась, это малая панда, уже успела подрасти полтора годика ей И два Ирбиса, которые также родились в нашем зоопарке Собственно, готовы их отпускать Посмотрим, сколько нам за них дадут денег Сколько за них дадут листочков Я думаю, что немало должно быть Ну да, ну да, 15 тысяч, если мы с вами продаем их И 760, ой, 86 точнее, листочков, если мы с вами их отпускаем Кстати говоря, рейтинг нашего зоопарка по сохранению дикой природы 5 звезд То есть уже, в принципе, выше некуда Но я возьму за листочки, потому что мы с вами сейчас такой, скажем так, у нас подъем в зоопарке Как видите, у нас 120 с лишним тысяч уже накопилось потихонечку, полигонечку Так что надо копить и листочки так же Мы их отпускаем, давайте Пускай, да, нам дадут 786 листочков За эти листочки мы с вами сможем приобрести каких-нибудь тоже невероятных животных Я уверен, в дальнейшем, конечно же Ну что ж И самое тоже хорошее То, что мы с вами наконец-таки можем избавиться от кредита Этого дурацкого, который нас с вами подушивал Все это время здесь, собственно, висел И немножко нам тоже мешал Поэтому давайте погасить долг Так, отлично, все готово Замечательно, больше нас с вами ничего не душит Замечательно, все остальные деньги 100 с лишним тысяч Это все наше и мы никому ничего не должны Замечательно, просто прекрасно А что это значит? Это значит то, что мы с вами можем теперь Разойтись на полную катушку И построить все, что нам, собственно, с вами захочется построить И есть у меня, как я уже говорил, чуть ли не с каждой Собственно, не с первой серии Говорили, что у меня есть кое-какие задумки Вот, и по поводу экспозиции также И по поводу всего остального Сегодня мы начнем, собственно, это дело все возводить здесь Мы пойдем в эту сторону И что мы для начала с вами сделаем? Для начала мы с вами перейдем с дорожки, уберем немножко Лишние части, явно пока нам они не нужны Никак не пригодятся Это уж точно И здесь теперь Что у нас с вами здесь будет? Здесь будет что-то типа площади Но не то, чтобы даже площадь Скорее нечто многоярусное такое В общем, все увидите Пока это есть у меня только в голове В голове это, конечно, сложно и хорошо Как оно будет получаться на самом деле Пока непонятно Но мы с вами постараемся И сделаем что-нибудь красивое также здесь Для этого мы с вами немножко отступим сюда В эту сторону, я думаю И вот тут мы с вами сейчас будем делать нечто круглое Такое, так, круглые бревна Я, наверное, такую дорожку возьму В принципе, они мне нравятся Есть еще здесь дорога из коры В принципе, тоже неплохая Либо из таких вот, знаете, вялых досочек Назовем это так Ну, собственно, высвешившие доски такие Ну, пускай будет чуть поярче дорога Пускай будут такие вот бревна у нас Итак, что же мы с вами будем здесь сделать? А делать мы с вами будем примерно следующее Во-первых, мы с вами сейчас Сделаем вот такие вот дорожки здесь Вот такое вот нам с вами здесь нужно будет построить Нечто похожее на круг Да, я все-таки решил доски такие пожухлые, скажем так, делать Мне что-то больше понравилось, чем те яркие Вот И здесь нам с вами что нужно будет сделать? Ну, для начала мы с вами здесь уберем сейчас всю траву эту дурацкую Так, что мы будем здесь сделать? Земля? Я думаю, что земля, да Обычная земля Давайте сразу вот так вот И побольше даже кисти сделаю, чтобы Ну-ка Ну, сразу все здесь закрасить Да и все, да Главное, чтобы здесь этой травы не было Которая будет потом нас с вами проглядывать там, где я не должна она проглядывать Вот так вот Отлично Так, что нам с вами еще дальше нужно сделать? Дальше мы с вами берем 5 дороги И я думаю, мы немножечко здесь сейчас с вами пойдем вот так вот сделаем Давайте шаг поворота 90 градусов Я здесь площадь немножко сейчас увеличу Вот эту вот Всю эту прекрасную площадь мы с вами увеличим Для чего? По-моему, месяц чуть позже Сейчас сначала сделаем А там уже все это у нас с вами будет потом видно Вот такую вот сделаю Даже, наверное, еще больше сейчас ее сделаем Посмотрим Так, да Вот что-то наподобие такого у нас с вами должно получиться Так, ну, вроде более-менее везде ровненько Хотя, конечно, углы будут немножко разные Там немножко, возможно, помешают в дальнейшем Но Сейчас, в общем-то, как-то так В общем-то, что-то наподобие этого я и хотел сделать Так, а что-то мы с вами дорогу сейчас убираем частью, точнее кусочек И оставляем вот эту вот площадь Ни к чему не приделанной Итак, что же мы с вами такое будем здесь выделывать? Зачем мы с вами сделали все вот это вот Вот такое вот здесь? А для того, чтобы мы с вами смогли здесь Взять вот такой вот инструмент И выдавить, скажем так, на поверхность немножко земли Где у нас, собственно, осталась земля Там будут колонны А здесь у нас просто будет, как бы, внутреннее помещение такое Вот, так Только знаете, что я сделаю? Наверное, высоту чуть подрегулирую здесь сейчас Так, сколько? 13, 12, может быть, чуть поменьше сделаем 11 Ну, 11, в принципе, небольшой слой земли-то будет у нас Но я думаю, лучше чуть побольше сделать Вот такое Давайте попробуем, посмотрим, что у нас здесь в итоге получается И что я хотел сделать Мы с вами берем, вот так вот выдавливаем И, как видите, где у нас дорожки Там, получается, просто потолок такой остается А колонны, собственно, земляные Они у нас с вами здесь Мы с вами сделаем, как бы, получается, второй этаж, что ли У нас будет получаться такой некий Возможно, придется немножко почву там приподнять Или как-нибудь лестниками выровняем Но нам с вами хотя бы, чтобы для начала понимать Где, что и как у нас были Примерно мы с вами сделаем сейчас вот такую вот крышу Получается у нас с вами вот такое вот нечто непонятное Какой-то земляной гриб, знаете, который здесь вырос Но зато внутри мы с вами заходим И здесь у нас просто огромная площадь Мы здесь сможем убрать часть дорожек этих И потом поставить какие-нибудь, например, аппараты здесь Или, возможно, даже те самые экспозиции Вот, ну что ж, это только начало, естественно Мы с вами начали все здесь делать И получается, что у нас есть и второй этаж, как бы, небольшой Такой, знаете, уже можно там будет тоже делать Сейчас мы все это будем, конечно же, шлифовать, скажем так Шкурить и так далее Все это нужно будет убирать Не стоит упарываться, скажем так Мы не будем с вами упарываться прямо в выравнивании Потому что, естественно, все это будет у нас с вами скрыто Мы с вами будем закрывать Чем будем закрывать? Дальше будет видно Ну что ж, немножко подровнял, собственно Вот такое вот теперь земляное помещение здесь получается Довольно, мне кажется, интересно Много выходов из него Вот, но если... О, боже мой Сверху кажется, как будто бы здесь ничего нет, да? Половина земли куда девается Нет, все на самом деле, все нормально Вот, спокойно могут здесь люди ходить, собственно, бродить Так, а что такое здесь показалось? Будет какая-то совсем неровность Видимо, текстурка была такая Вот, ну и здесь у нас будет такой зал, опять же Я повторюсь, тут будет еще уровни, да? Еще выше попытаемся сделать лестницы Нужно будет как-то, правда, придумать к ним Ну, я думаю, мы с вами с этим справимся Вот, хорошо Эта часть готова у нас, в общем-то Дальше, что мы с вами будем делать еще здесь? Это еще не все Мы с вами вокруг здесь сейчас Будем делать нечто подобное, похожее на канал Какого рода он будет? Правда, не совсем канал такой Ну, тоже все увидите Сейчас мы настроим кисть, давайте Процентов на 70, наверное По ширине, в принципе, чуть пошире сделаю Давайте, может быть, десяточку вот такую вот И, что хорошо, опять же, получается у нас Как раз-таки за счет того, что здесь дорожка Он именно проминается, как нам с вами нужно Не дальше, чем вот этот вот радиус Это хорошо Так, сейчас по кругу все тоже сделаем Канальчик такой То, что у нас где-то глубже, где-то не такой глубокий получается Это абсолютно ничего страшного Там все равно все это у нас скроется Ничего видно не будет Вот, но мы с вами примерно вот такое что-то выдавили В принципе, я на это и рассчитывал Можно немножко подровнять сейчас Немножко много забрал, мне кажется Вот так вот Вот, хорошо И теперь смотрим Нам нужно сделать эту дорогу, естественно, проложить Надеюсь, здесь получится тот мостик, который нужен нам с вами Так И здесь у нас с вами будет что? Здесь у нас с вами также будет асфальт, наверное Хотя, в принципе, здесь уже можно даже деревянные мостики сделать Вот такие, да, наподобие этого Так, раз, два Да, идеально Идеально, то, что нужно Хороший мостик получился Так, и здесь С каждой стороны, собственно С четырех... Да, в смысле С четырех сторон с вами будем делать Здесь, видимо, да Недостаточно мы с вами промяли Давайте еще немножечко ландшафт Здесь земельку подопустим Чуть-чуть пониже сделаем Чтобы нормально мостик здесь Смог построиться Я думаю, вот так вот будет достаточно В принципе, сейчас Мы с вами это все увидим Да, отлично Мостик построился Значит, то, что нужно Я еще, пожалуй, здесь одну вот так вот сделаю Сюда выход Это и здесь смотрим Теперь то же самое Раз, два и третья получается Да, отлично С последней стороны То же самое делаем С четвертой Так, здесь Раз, два и третья получается Ну все, да Прекрасно То, что нам с вами нужно Здесь раз, два получается И третий даже мостик Еще получился Да, нам бы здесь на самом деле Убрать бы Все, вот, отлично Теперь то, что нужно То, что нужно Здесь одинаково все Давайте сразу посмотрим Можно ли сюда сейчас воду Определить Да, вроде как можно Только не очень много Нам много-то, в общем-то, и не надо Во, вот так вот хорошо получается, в принципе Ну, сразу видно, где можно будет что-нибудь там подмять немножко еще, да Под, скажем так, редактировать где-то Ну, в принципе, он-то ровный нам и не нужен Потому что такой канал будет получаться Окей, хорошо, все, вот отсюда убираем тогда Ну и начинаем, собственно, с самых низов, что называется Сейчас мы с вами здесь вот тут неровности будем скрывать, конечно же Потому что они нафиг не нужны такие красивые, в кавычках, конечно же У нас, в принципе, есть масса вариантов, как можно это все дело скрыть Я выбрал камни Камни, будем сейчас так по кругу здесь ставить их, разные И, собственно, эти неровности так и скроются И, в общем-то, довольно природненько, скажем так, будет у нас с ним получаться Ничего страшного, если они будут залезать на поверхность сюда Это, в принципе, нормально, я думаю, как раз Опять же, такая, знаете, некая шероховатость будет сохраняться Траву, конечно, мы с вами тоже отсюда уберем Чтобы она в глаза там, скажем так, не светила Вот, ну и продолжаем, в общем-то, камушками вот так вот все это дело прикрывать Так, я пока сейчас одним пользуюсь Ну, поставлю несколько в разных, скажем так, позициях его Чтобы он не казался прям уж совсем нам одинаковым Таким камнем Так, по-разному будут они тут у нас располагаться Также их можно, естественно, крутить, вертеть Там, как нам с вами захочется вообще Абсолютно хоть так повернуть, хоть так повернуть Чтобы, опять же, они, скажем так, немножко разными Возможно, казались камнями Ну что ж, по-моему, очень даже неплохо получилось Вот так вот у нас здесь по кругу тут разные-разные камни Собственно, выложены вот в таком, можно сказать, орнаменте Да, хотя здесь просто, на самом деле, полный хаос творится Но он смотрится, мне кажется, очень даже хорошо Так, ну что, дети, попробуем, давайте посмотреть, как это с водой будет выглядеть Опять же вместе Так, я надеюсь, что можно будет Ну а что? По-моему, очень даже Повыше даже можно, да, вроде, сделать было Сейчас я видел логиню Во! Во! По-моему, очень хорошо Просто здорово Как раз-таки вода скрывает там всякие неровности и прочее, прочее, прочее Снизу, которые там, возможно, какие-нибудь пробелы есть у нас небольшие Ну а так, в целом, все здесь хорошо Я думаю, даже, может быть, канал не будем выравнивать Такое оставим, какое он есть Собственно, тут, может быть, только немножко чуть-чуть сейчас Попробуем вниз сделать Да, ну тут вода мешает Давайте ее уберем тогда Так, воду уберем И здесь чуть-чуть еще, так буквально Вот, немножко даже, чтобы скрылось Побольше было воды, вот так вот Все, все, хорошо Я думаю, это будет достаточно, в принципе Ну и, в принципе, я думаю, здесь можно кое-где добавить пару растений Здесь кое-где все-таки у нас есть такие, знаете, промежутки между камнями И почему бы не добавить там какую-нибудь крапиву, например, или еще что-нибудь типа того Так что давайте найдем Это у нас с вами также в тайге И это как раз-таки озеленение Вот, все, что там с вами можно здесь будет посадить Так, вот такие цветки будут хорошо смотреться, интересно здесь Ну, в общем-то, тоже, мне кажется, нормально будет Маленькие есть, есть большие, есть Вот такие вот всякие папоротники и прочее, прочее, прочее Знаете, мы так, конечно, много сажать не будем, ничего Так, знаете, иногда изредка кое-где Вот в этих промежуточках такие, скажем так, подкаменные растения, да Они с ними будут здесь вылезать Ну, мне кажется, они тоже добавят немножечко Ну, с вами антуражик Так, вот здесь тоже давайте поставим Где-то вот такие вот места, где побольше чуть-чуть промежуток между камнями есть Там можно добавить Но, опять же, не слишком много Слишком много, нам с вами тоже здесь ни к чему, в принципе Вот так вот раз, два, давайте поставим Я думаю, будет достаточно Здесь можно где-то воткнуть тоже еще кустик один небольшой Так, ну, здесь, в принципе, вот тут можно тоже поставить парочку Вот так вот сделаем, да, как будто бы выросли они Ну, в принципе, здесь у нас довольно все плотно Разве что вот здесь можно добавить чего-нибудь такого тоже Пускай растет, в принципе, да и все Да и все, я думаю, нам здесь хватит Нам здесь хватит, давайте тут чуть-чуть еще один И здесь где-нибудь, тоже в начале Вот тут поставим Все, этого будет более чем достаточно Я думаю, а так в основном здесь, собственно, такие вот камни И будут получаться Что касательно самой вот этой земляночки Здесь у нас тоже есть варианты какие Если мы с вами будем еще ярусы делать к ней выше, да, что-нибудь там такое То здесь можно тоже нижний ярус, в принципе, из камней выложить Вот таких вот, тут есть специально такие, знаете, обученные длинные камни Сейчас мы их найдем с вами Вот эти вот, в принципе, из них можно стеночку-то и сделать Ну, хотя бы снаружи, знаете, чтобы красиво смотрелось Потому что изнутри там будет очень трудно Это трудоемко, скажем так, делать Так, к поверхности прикрепляем И вот так вот, собственно, можно будет тоже выложить все это дело Вот такими вот камнями Как-то вот так вот Ну, они, конечно, у нас одинаковые получаются, понятное дело, да Но в целом, в целом, что-то придумать можно Вот, тем более, есть, на самом деле, вот такие вот широкие Где-то у нас еще были, давайте посмотрим Вот такие вот Можно где-то таких налепить, можно таких налепить разных, да И тоже, в общем-то, получится из камней Тем более, довольно глубокая у нас стена получается Так что можно, в принципе, даже обычные камни сюда прикреплять И будет, в общем-то, я думаю, нормально как-то смотреться более-менее Вот так вот, если сделать Ну, давайте попробуем, давайте сделаем Там уже дальше, когда будет целая картина, тогда будет ясно Ну, знаете, а что? В принципе, вроде как неплохо даже получается Камни и камни, да, как раз для первого этажа Мне кажется, будет самое то А здесь у нас, тем более, места побольше Можно будет здесь побольше зелени, кстати Посадить, всякий разный Только надо с вами сначала, я думаю, определиться Что мы будем здесь всё-таки Будем ли вообще что-то там с вами делать сверху Вот, и тогда уже будет ясно Как мы с вами будем здесь со стенками дальше поступать То есть, как ворота, допустим У эти камни очень хорошо смотрятся Мне прям нравятся Такие, знаете, ну Прямо для этого и созданы, мне кажется, эти камни Вот, а здесь есть он с вами будет, допустим Дороги тоже идти, да То есть, в принципе Мы с вами там сможем Какими-нибудь, допустим, стенки поставить каменные, даже попробовать. Хотя с ними, конечно, возник будет очень сильно много, и там будет не сходиться постоянно что-нибудь, что-нибудь такое. Но, в принципе, вот. Но камни, я считаю, да, камни для первого этажа прям очень хорошо. Но, в принципе, в принципе, вот прикидываю, сверху дорогу тоже можно кое-как построить. В общем-то, возможно, лучше даже, может быть, будет подтолщенный потолок с вами сделать, чтобы никаких там деформаций вдруг не вылезли. Но это можно будет нарастить, это, в принципе, не проблема. Также при помощи тех же самых инструментов... Ой-ой-ой, куда здесь дорога делась? Ой, в смысле, и стена делась куда-то, смотрите. Жесть. Это из-за того, что я там дорогу построил? Не заметил. Ладно, это сейчас уберем тоже. В общем-то, здесь вроде все нормально, пока ничего такого нигде не деформировалось. Так что можно будет что-то придумать. Ну да, проблемка есть, что дорогу здесь если везти, то она будет деформировать нам все это добро наше. Вот здесь вот эти вот стенки именно. Стенки бы, конечно, деформировать не хотелось бы нам. Вот, ну ладно, мы пока с вами займемся первым этажом, а там уже дальше будет видно. Я думаю, все-таки здесь тоже камнем все сейчас заставлю. У нас, благо, есть возможность такая, хотя бы, чтобы этих колонн и земляных не видно было, что пускай лучше камень будет такой у нас с вами. Думаю, снаружи вот так вот с вами оставим. Очень мне прям нравится, как это здесь выглядит. Прям очень хорошо камни здесь и вписываются сюда. Так, ну что ж, давайте придумать, что мы будем с вами сейчас внутри тогда делать. Внутри, в принципе, тоже можно все из камня вот так вот сделать, например. Почему бы и нет, да? Мне кажется, очень хорошо сюда вписывается. Даже можно одним и тем же камнем все, в принципе, практически, ну вот этими двумя, например, да, сделать. И потом просто маленькими камнями неровных, какие-то неровности добавить, шероховатости, чтобы, опять же, казалось, будто бы здесь все совсем разное. Как-то вот так вот сейчас мы с вами здесь стеночки сделаем. Можно покрутить немножко, повертеть его так же. Ну, плюс, опять же, сейчас эти неровности будут делаться, мы с вами туда маленьких камней каких-нибудь напихаем, чтобы было прям хорошо. Так, и здесь давайте тоже один поставим, вот такой вот большой. Вот, в принципе, уже нормально смотрится, но, я думаю, можно добавить, да, чего-то такого там, скажем так, разнообразия немножко. Так, здесь давайте что-нибудь такое. Здесь пускай как-нибудь... А вот здесь нужно заделать, да, чем-то? То у нас прям так получилось. Ну, или можно подвинуть просто будет его. Ну, я думаю, давайте мы, наверное, туда сейчас камень тогда впишем. Аккуратненько как-нибудь. Вот так вот можно сделать. Ну и вот, пожалуйста. Ну что же, такая вот у нас с вами здесь пещерка получается. По-моему, очень даже здорово смотрится. Постарался более-менее такой, знаете, брельеф разный везде сделать, чтобы как-то где-то что-то, какие-то маленькие камушки выпирало, где-то что-то еще было. Сейчас можно что-нибудь добавить еще. В некоторых местах, например, вот так как-нибудь сделать, да? Тоже почему нет? Вот, хорошо. Вот так вот, вот, все замечательно, отлично. Ну и теперь осталось только придумать, да, что уже мы с вами непосредственно здесь будем делать. С потолком не знаю. Потолок, в принципе, ну, можно, конечно, я думаю, на него камни тоже прикрепить. В общем-то, они прикрепляются спокойно. Все это дело камнем заделать, чтобы у нас прям целиком и полностью была прям пещера-пещера такая. Ну вот, но можно сделать... Можно найти что-то в строительстве, какие-то объекты посмотреть. У нас здесь, например, вот есть крыши-полы. Здесь, в принципе, тоже разные есть. Надеюсь, будет гладкое такое, знаете, с вами не как камни, а просто именно какой-то гладкий потолок. Хотя, в принципе, это же у нас все-таки искусственно, скажем так, созданная пещера, да? И вполне закономерно, если там будет какая-то гладкая плитка сверху хотя бы на потолке у нас. Так как мы сюда все-таки, я думаю, будем еще и светить крепить, правильно? Потому что без света здесь будет ночь совсем темно, ничего не видно в итоге. Вот, ой, опять камера вылезла. И поэтому я думаю, что, наверное, что-то гладкое сейчас подыщу. Ну, давайте посмотрим, какие вообще материалы здесь есть у нас. Асфальт, дерево, камень есть, кстати. Можно, смотрите, штукатурку сделать. А бетон обычный можно сделать, почему нет? Но нам, я думаю, придется здесь все равно по краешку что-то камнем сделать, чтобы сгладить, скажем так, все неровности. Даже если мы с вами будем плитку эту сюда вкладывать. Она как бы еще вкладывается, но, как видите, нужно будет как-то аккуратненько сделать обрамление все, да? Чтобы там не торчали углы и так далее. Поэтому нам, я думаю, там все равно нужно будет что-то с камнем придумать, скорее всего. Ну, в принципе, да, вот такой вот у нас потолок будет получаться. Здесь бетон, и он довольно толстый, кстати говоря, бетон так-то. Вот, ну, посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что это хорошее. И хотелось бы сразу сейчас посмотреть. Так, у нас группа 42, если что, в любом случае мы здесь продолжим ее делать. Вот, и хотелось бы сразу глянуть, можно ли будет к ней прикрепить светильники. Похоже, что да, похоже, к ней спокойно крепятся светильники. Так, группу в эту группу добавляем. Да-да-да, вот они здесь есть, так что можно будет сделать освещение. Здесь у нас, в принципе, еще и на стену можно даже будет какие-нибудь прожекторы повесить, да, на эти камушки. Почему нет? По паре штук там где-нибудь. Так. А, так ее тоже можно на камне. И можно и на пол, кстати говоря, подсветку сделать будет. Во, вот это прикольно, кстати говоря. Может быть, реально на пол сделаем тогда. Ну, ладно, с этим разберемся. С этим разберемся. Давайте пока дальше потолок будем делать. Так, ну, вроде как, вроде как по всей площади я там поставил, где можно было. Вот эти вот все огрехи, скажем так, и где все это будет видно, какие-то щели, и мы с вами будем скрывать камнями. Здесь я подумал, кстати говоря, второй ярус, скорее всего, у нас будет, наверное, нежилой. Тогда мы сделаем его. Мы сделаем какую-нибудь красивую здесь клумбу просто. И сделаем для людей дорожку, чтобы они могли ходить здесь. Не здесь, не на крыше, не на самой крыше, а чуть повыше, наверное, и вокруг тоже вот так вот пустим. В общем, что-нибудь прикольное придумаем. Придумаем обязательно. Так, что у нас теперь здесь по потолку? Все, да, отлично здесь все получилось. У нас прям красота. Вот эти вот все ямочки и прочее-прочее, это мы вскроем при помощи камня, опять же. Ой, куда-то камень опять меня выкинула. Здесь же у нас с вами, конечно, тоже получается довольно много мест, где, в принципе, можно было бы еще и потолок сделать, но он слишком будет выпирать. И там прям как так сильно камнем-то заделать хрен, он еще знает, получится ли. Но мы с вами постараемся. Если что, если что, это можно доделать. Да, боже мой, как же камера-то выкидывает. Здесь, в принципе, не тоже немножко выпирает, но это фигня, это совсем чуть-чуть. Здесь надо где-то будет камни поправить, я смотрел. Здесь тоже что-нибудь поставить такое. Но мы в любом случае сейчас давайте прикинем, как это можно все скрыть. Также при помощи камней, каких-нибудь, может быть, вот таких вот камней, кстати говоря, можно использовать. Нет, слишком маленькие. Чуть побольше, пошире надо будет пользоваться чем-то. Возможно, просто большие камни возьмем тогда. Большие камни и как раз сделаем для клумба здесь такую оградку еще заодно. И здесь все тоже будет скрыто у нас. В принципе, если где-то так вот немного торчит, то можно просто камнем, каким-нибудь дополнительным закрыть, да и все. Вот так вот оно прекрасно закрывается. И не видно будет даже, что там что-то есть. Вот. Здесь тоже сейчас оградку сделаем. Давайте сейчас пока мы такие маленькие огрехи уберем с вами, где еще что-то там торчит. Так, а как-то с очками, кажется, ты немножко выпираешь, дружище, тебя поправить надо, да, маленько. Давайте так и сделаем. Сейчас чуть-чуть его развернем. Тихо-тихо, обратненько. Так, сюда давай. И вот так вот тебя как-нибудь развернем. Нормально. Ну, так более-менее, да. Более-менее хорошо. Здесь вроде бы все нормально. Здесь тоже сейчас все поставим. Здесь что-то тоже как-то кривенько у нас он встал. Давай я сейчас немножечко его поддернем, скажем так. Так, вот так вот развернем тебя в эту сторону чуть-чуть. И давай подвинем так же вот сюда. Немножко, немножко так, окей. О, все хорошо. Замечательно. Это чуть-чуть развернут, но пускай он не будет. Все-таки шкамени должны их стоять, знаете, как зубчики ровненькие-ровненькие в один ряд. Ну, вот так вот можно сделать будет. Смотрите, в принципе, я как пример здесь сделал. Ну, тут, правда, одни и те же камни использовал. Можно будет их поменять. В принципе, нормально. Здесь тоже сейчас мы вот эти все штукенции сами скроем. Так, как-нибудь, по-моему, меньше камень возьмем уже там, да? Или мы вот так вот добавим немножко разнообразия заодно. Жалко, эта штука больше не убирается. Вот, вот здесь можно будет скрыть. Вот так, в принципе. Можно даже с привязкой попробовать сделать. Куда он будет там привязываться? Вот так вот, да? А он, типа, хочет в эту группу запихнуть камень. Не запихивай в эту группу, пожалуйста. Не нужно. Это будет без группы камень у нас. С этой стороны, в принципе, тоже хорошо смотрится. И изнутри, если смотреть, да, то тут все это закрыто у нас. Так, давайте тоже прикроем здесь еще. Во, и все прекрасно. С этой стороны тоже, наверное, надо поставить. Чтобы было, как бы, такие ворота, как бы. Во! Красотень! Мне нравится. Вот, и здесь, в принципе, ничего не видно. А здесь сверху тоже, я думаю, по краешку вот так вот всякие камушки здесь положим. Чтобы, чтобы было. Чтобы было, потому что, ну, как-то, знаете, резко земля в камень уходит. Так хотя бы будет такой, что ли, переходик. Или что-то типа того. Можно так сделать. Во! Вот так вообще прям здорово, да? Сверху тоже будет навалено. Отлично! Отлично! Слушайте, знаете, мне прям нравится, как камни здесь выглядят. Прям очень хорошо. Они все и скрывают заодно, да, и, в общем-то, вот так по кругу аккуратненько более-менее идут. Я думаю, мы на этом варианте с вами остановимся. Да, сейчас будем до конца уже камни делать. Вот сейчас здесь еще у нас есть три входа, которые нужно доделать. И по кругу тоже камни сделаем. Ну, а насчет все-таки, что сверху будет, я думаю, я склоняюсь больше, честно говоря, к клумбе все же. Потому что с дорожками как-то получается, они там что-то корявят вечно, они еще не так лоются, ложатся как надо. Короче, в общем, тихий кошмарчик. А так, в принципе, в принципе, все и даже очень неплохо. Так, не-не-не, ничего не нужно редактировать. Просто отдельно камень, пожалуйста, запихни сюда. Так, давай как-нибудь тебя аккуратненько сюда. Вот вот так вот. Он все скрывает. И как раз-таки, видите, получается здесь, если смотреть, тоже все прям здорово. Ну, здесь сейчас придется немножко что-то побольше придумать. А, так а может сюда тогда сделать еще одну плитку, чтобы выходила. Она слишком будет сильно упирать. Сейчас проверим. Давайте посмотрим. Так, плитки у нас с вами где-то были. Мы, во-первых, выбираем это редактировать, да. И сразу нас сюда отправляют, в общем-то. Так, она будет здесь вот так. Ну, это можно, в общем-то, скрыть. В общем-то, можно попробовать скрыть, попытаться, постараться. Давайте пока поставим, не знаю. Может быть, конечно, слишком. Можно земли будет побольше добавить сюда, в эту сторону. Хотя, с другой стороны, зачем все равно там камни будут? Давайте попробуем сейчас скрыть тогда. Чтобы изнутри тоже красиво все смотрелось. Так, идем в камни тогда. И сейчас что-нибудь побольше возьмем такое. Ну, в принципе, вот такими камнями. Да, я думаю, оно и скроется. Я думаю, такими камнями. Вот оно уже действительно начинает выходить, вылезать. Но мы сейчас с вами справимся с этим. Ничего страшного. Главное, слишком низко тоже его не опускать. Чтобы он там, так сказать, голову не обтирал нашим посетителям. Вот так вот здесь сделать. В принципе, нормально. В принципе, нормально. Хорошо, получается. Здесь тоже что-то побольше поставить. Такое, может, нет, совсем здоровенный валун уже. Так, из этого можно что-то взять. Вот такое вот, например, да? В принципе, здесь можно было бы спрятать вот это вот добро. Вот так вот. Сейчас, давайте немножечко. Во. Хорошо, в принципе. Вот здесь достает. Все, слушайте, нормально, нормально. Не зря поставили. Так, ну и здесь какой-нибудь камушек тоже возьмем. Давайте прикинем. Можно, в принципе, тоже самое взять. Только развернуть его как-нибудь вот так вот, например, да? Хотя он примерно тоже так же и выглядит, на самом деле. Ну, так можно поставить его. В принципе, без разницы. Главное, чтобы он все закрывал. Вот так вот сделаем. Вот. Во, хорошо. Ничего не видно, ничего не видно Изнутри тоже прекрасно, все, швов нету, швов нету Все прям как будто будет вливаться туда Идеально Идеальненько Ну и еще два входа тоже самое с ними проделываем В принципе берем какие-нибудь камни Любые, которые нам с ними приглянулись Так, у меня там привязка нет, не стоит, не стоит Хорошо, чуть-чуть пониже выпускаем Чтоб он там вся эту штуку нам закрыл Нехорошую, которая нам не нужна, в общем-то И вот так потихонечку крутим-вертим Да и все это дело закрывается у нас Отлично, отлично Здесь я, в принципе, тоже думаю, можно, наверное, на последнем входе плиту Еще одну положить, давайте попробуем, как она там будет выглядеть Нормально Слишком сильно, да нет, нормально будет она выпирать Как раз сейчас большим камнем все это дело перекроется у нас с вами здесь Так, а если я сюда плиту положу еще Блин, тут будет выпирать, ну тогда там камень какой-нибудь тоже Зафигачим, так, нормально, нормально, нормально Дайте мне какой-нибудь камушек Да побольше, желательно Чтобы все это дело скрыть Все эти некрасоты Ты куда там улезаешь? Убегаешь, точнее, от меня, иди сюда Так, аккуратненько, сейчас тебя чуть пониже Вот и сюда, в принципе, да Вот так Ну здесь можно еще один добавить Небольшой какой-нибудь Вот так вот Во, все отлично Все, все скрыто, все замечательно Все прекрасно Ну что, остается теперь камни добавить до конца еще по кругу Где я там не добавил их, в принципе А только здесь и добавил Ну окей Сейчас пойдем дальше делать тогда В принципе, не сложно Просто так добавляем Делаем, как бы, знаете, границу для клумбы для нашей Так, давайте здесь тоже чуть-чуть так внизу притопим Чтобы он там все это дело Некрасивое наше Скрывал всю эту землю Вот так вот Во Ну если где-то там уж торчит Ничего страшного Как бы это все-таки Землянка серая пещера Поэтому нормально, я думаю Так, дай-ка тебе подкрутим немножко в эту сторону Во Ну что ж, наконец-таки Оно, в общем-то, готово Все готово, чтобы здесь потом Чем-нибудь красоту наводить Например, там цветочки сажать И прочее, прочее, прочее Ну и еще что-нибудь можно будет Сделать Внутри, в принципе, у нас тоже все готово Давайте посмотрим, что у нас там в итоге получилось Так, сейчас уберу Что-то мне мешало Вот такой вот обычный потолок, собственно, да И камни, камни, камни Пещера такая получается Ну, если там где-то еще грехи остались Я потом уже посмотрю Может быть А, вот тут увижу, да Надо камушком все это дело закрыть Хотя прям можно Не, там плита, скорее всего, будет упирать Давайте камень возьмем Так, какой-нибудь такой вот плоский просто И здесь его зафигачим Вот так вот пускай торчит Ничего страшного Так, раз О, отлично, хорошо Ну и такие вот все, собственно, микро-микро-собственно щели Мы с вами будем заделывать А так все хорошо Все замечательно У нас получилась такая пещера Надо еще света здесь добавить, конечно Так Свет Свет, свет, свет Свет на строительстве, получается, есть Напольного свечения у нас с вами нету, я так понимаю Да, никакого Окей, вообще А, потому что из камня, конечно же, ничего нету Конечно же, из камня у нас с вами ничего и не будет Так Ну, у нас, в принципе, и так все равно немного здесь Прожектор можно поставить как-то где-то здесь, например, да Например, только с привязкой, конечно же, к поверхности Чтобы он как-то прикреплялся все-таки к этому делу Вот, интересно, он будет светить прямо или как-то вверх или вниз, непонятно Ну и можно вот эти вот лампы, в принципе, да где угодно их поставить Можно хоть сюда поставить Но я пока еще не уверен, как я здесь буду расставлять, честно говоря, наши экспозиции и прочее-прочее Так что я думаю, сначала расставим их А там уже тогда можно будет сделать свет Но сейчас можно свет хотя бы поставить вот в этих вот местах В принципе, здесь я уже думаю, точно С вами ничего не будет Ничего мешаться, точнее, не будет Поэтому спокойно лампы хотя бы На входе, знаете, вот так поставить Чтобы чуть-чуть освещалось все это дело Немножко, конечно, тоже разное пространство Получается у них, но ничего страшного Расстояние, точнее Ну все, теперь около каждого входа есть по лампочке Я надеюсь, они будут, собственно, загораться, светиться Только я думаю, что у нас тут электросетью Дотягивается ли она вообще досюда Скорее всего, никакие коммуникации досюда у нас с вами не дотягиваются Поэтому нужно будет это сделать Что-то еще, помимо всего прочего Да, у нас здесь уже не вода, ничего не дотягивается сюда Но нужно будет это сделать Где-нибудь здесь отдельно тоже сделаем Сейчас вот, скажем так, четверть круга отдадим под все это дело Чтобы здесь у нас с вами были товарищи, которые будут за этим следить, за всем Вот, ну а там уже будет вода и все остальное Давайте-ка вот добавим сейчас сюда сразу Так, водичка, водичка Давайте вот такую вот так Ну-кась, ну-кась, ну-кась Оп О, красотень Хорошо, прям здорово Такая, знаете, какая-то даже каменная крепость посреди С точнее сорвом Ну не, мне кажется, прикольно получилось Довольно хорошо, надеюсь, вам тоже понравится У нас сверху можно кустиков пока каких-нибудь добавить Немножко, я вот сейчас сажаю смородину Вроде большой куст, такой маленький, кажется По сравнению с всей этой постройкой Но внутри по Е-90-м тоже, там должно немало всего поместиться Я уже проверил, в принципе, там, да, хорошо все помещается Можно ларьки будет поставить какие-нибудь Можно будет экспозиции поставить, посмотрим Как-нибудь там с вами все это дело расположим И будет красиво А пока сейчас давайте немножко здесь тоже сверху Озеленим, скажем так, все это добро наше Прекрасное, замечательное И вообще нужно будет что-то продумать тоже с электроэнергией Потому что без нее, как бы, здесь немножко худовато будет, скажем так Поэтому надо будет обязательно провести все это дело Но я думаю, мы с вами сейчас какой-нибудь Может быть, дальний угол Отдадим от все это дело как-нибудь там сейчас Надо еще придумать, как у нас с вами здесь дороги будут идти тоже С мостиком, с всеми делами Но так что нужно, наверное, еще будет один радиус сделать 100% Вот такой как раз-таки вокруг Рва нашего А там дальше уже можно там вверх будет поднимать И что-нибудь еще сделать В принципе, благо вариантов много Да и инструменты позволяют Так, ну вот так вот Что еще можно добавить? Да всякие цветочки, я думаю, все, что к тайге относится Можно еще посмотреть, что в лиственном лесу Тоже, в принципе, близкий к нам биом довольно-таки Так, лиственный лес Что-то там оттуда, все-таки вот такие вот кустики пышные Тоже можно было добавить А где крапива? Я не понял Где моя любимая крапива? Смородина, смородина Слушайте, скажу большое спасибо, если напомните Как делать сразу в ряд много растений Я помню, что в Планеткостере мы с вами точно так делали Я как-то помню, я это делал, но вот как я это делал Я не помню, я что-то все клавишки перепробовал И никак не получилось, было бы очень удобно в некоторых моментах Не здесь, конечно, но в целом по прямой, если там делать это Было бы очень-очень удобно, ну ладно Так, я тут еще обнаружил, забыл совсем Что у нас такие вот камни замечательные, самхом с такими красивыми Можно их использовать, конечно Но я думаю, сверху мы с вами тоже какую-нибудь экспозицию камня Обязательно сделаем здесь Все-таки камень наш основной Ну, примерно по центру Давайте прикинем, вроде как здесь, да? Оп, поставим камешек Это будет наш центр с вами здесь, короче говоря Окей, хорошо, а еще можно А, тут же можно прям, слушайте, колонны поставить У нас есть они каменные Что-то так вылежите все У меня там привязаны к поверхности Понял Понял Главное, знаете, не забыть и случайно потолок насквозь не продырявить Там у нас довольно такой, собственно, толстый потолок получился Так что думаю, все нормально будет Так, ну каких-то, может, деревьев даже посадить, почему бы и нет, да? Тогда все такого, цветочки красивые, кстати говоря Так, а ну-ка, давайте идти сюда Будете здесь тоже у нас расти, почему нет? Так, вот так немножко поставим по кругу вас здесь, давайте Слушайте, какие здесь елки есть классные Но я не уверен, что на крышу их надо ставить Они здоровенные, но они чертовски клевые Прямо такие пышные Их можно будет внизу поставить, я думаю, да? Ладно, с этим разберемся Надо, по-моему, не забыть Вот такие маленькие деревья здесь можно поставить Да, вот это точно Это прям хорошо Мне кажется, подходящее место будет Если так еще будет свисать куда-нибудь Вообще, мне кажется, здорово Давайте попробуем поставить сюда как-нибудь Так, что у нас еще там есть? У нас такая, знаете, здесь, получается, сосновая полянка будет небольшая Поставлю несколько деревьев Так, где там еще мелкие были у нас Что еще здесь есть вообще? Давайте посмотрим Плющина это такое Срубленные деревья тоже не нужны нам здесь, я думаю Так, ива, кстати говоря Совсем маленькая какая-то она Что-то побольше есть Ну нет, здесь у нас будет хвойная всякая разная Так Это, как знаете, на каких-нибудь заброшенных, не знаю, зданиях Давно уже прорастают деревья Но у нас здесь вообще как бы каменное все получается Поэтому почему бы здесь не расти деревьям так же Окей, поэтому можно поставить Что-то еще что-то такое Пуя Ох, какая ни хрена себе Забавно Ну что-то, мне кажется, как-то не особо подходит Мне кажется, больше похоже на что-то Тропическое, не знаю даже Так вот есть Небольшие еще совсем Я думаю, стоит здесь землю закрасить Все-таки давайте какую-нибудь низкую траву сделаем Вот так вот Ну не совсем прям, знаете, что уж Трава-трава бездебала Ну так, чуть-чуть прикрасим Будет получше как-то Повеселее немножко смотреться Чем просто это обычная земля Вот тоже как-то Во, хорошо Во, прям вообще здорово Мне прям даже очень нравится Так Здесь, ну я думаю, хватит В принципе тоже перебарщивать не стоит Ну так пускай будет Ну что, очень, по-моему Даже, знаете, по-праздничному Можно сказать По-моему, очень даже неплохо Ну сильно тоже, собственно Опять же, расти немного Сажать не буду Я думаю, так в принципе Уже достаточно Очень миленько смотрится Как по мне Надеюсь, вам тоже понравится Надеюсь, вам тоже понравится Ну а мы с вами в дальнейшем Будем уже тогда Думать, что-то как Здесь мостами делать Собственно проведем Все эти коммуникации Необходимые сюда Ну и будем внутри уже Тогда застраивать Все, да Здесь будем обставлять Тоже зал Собственно ларьки И прочее, прочее, прочее Прочее сделаем Это уже, я думаю В следующий раз займемся этим Ну что ж Мы на сегодня закончим Всем спасибо за просмотр Не забывайте комментировать Нажимать на колокольчик На мысль Увидимся Всем до скорого И пока-пока